Итак, вот она, русская замена КФС. Место называется Жар-птица, и посмотрите, как здесь красиво. Тут и баскеты, и острые крылышки, и ножки, и даже, правда, жареные пельмени тоже есть. Итак, крылышки. Что сразу видно? То, что не видно панировки. Как бы она есть, но это близко не так круто, как в оригинале. Со вкусом тоже облом. Нет, конечно, это вкусно, это сочная курочка, но по сути это просто перченая курочка во фритюре. На этот вкус невозможно подсесть их, невозможно съесть сколько угодно. И по объему тоже облом, потому что это тупо крылышки. А в оригинале попадаются и ножки. Хотя стоит это дешевле. За 209 рублей аж 9 крыльев. Далее ножки. Честно говоря, никогда не понимал прикола их даже в КФС. Ну, просто жареная курица во фритюре. Довольно жирная. Если вы знаете, в чем прикол ножек из КФС, пишите в комментариях. Здесь же они оказались даже немного интереснее, чем у первоисточника. Какая-то изюминка в них присутствует. То ли копченый вкус, то ли еще какой-то нож. Чем-то они цепляют. Так что любители ножек можете попробовать сравнить. По цене они стоят ровно столько же, сколько и в КФС. За две ножки отдали 104 рубля. Далее немного про саму жар-пиццу. Ну, во-первых, пицца. Пицца как пицца. Ничего интересного, но тесто нам показалось толстоватым. Было бы оно немного потоньше, было бы гораздо вкуснее. Кстати, жар-пицца это такая сеть, которая представлена во многих городах России. Может быть, вы встречали. Картошка фри. Она стоит недорого, но порадовало то, что она довольно плотно набита. Показалось, что ее больше, чем в Маке. Ну, выглядит все цивильно и прилично. Ничего интересного. Немного забавно выглядит слоган в туалете. Сделай жизнь вкуснее. Мне кажется, не самое лучшее место это писать. Про меню. То, что нам не понравилось. То, что здесь нет ни компотов, ни морсов, а есть только кола и всякие там соки. Название-то у вас, кстати, жар-пицца. Как бы отсылает немножко к русской тематике. И, в принципе, определенно их не хватает. Редактор субтитров А.Семкин